Всем привет! Это Фак и я, профессор Пуданс. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. А теперь переходим к делу. Смотрите сегодня! Дельта Форс Экстрим 2! Ремейк оригинальной игры с лучной графикой, но таким же скучным геймплеем. Тургор Голос Цвета! Артхаусный проект превратился в впечатляющую игру. Изменениям подверглось многое, а мир вокруг игрока обогатился новыми деталями и элементами. Игра пристает перед вами в новом облике. Battle Strike Shadow of Сталинград! Бюджетники шутеров дворцов из Сити Интерактив. Здесь нам предлагают совершить подвиги русским офицерам и нарушить планы Гитлера. Wallace and Gromis Grand Adventures The Last Resort. Второй эпизод приключения Волоса и Громиса расскажет нам о том, как заработать на батойтой подвале. Тургор Голос Цвета. Сюрреализм выплескивается из этого проекта всевозможными цветами. Игра нечто среднее между World of Goo с And Yet It Moves и мощными шутерами RPG и Ижи с ними. Концепция схожа с первыми двумя, а реализация стремится к лучшим представителям жанра. Тургор Голос Цвета. Чувствует некоторый эротизм. Действие игры происходит в параллельном мире под названием промежуток. Чем он является на самом деле чистилищем, преисподней или бредом тяжелобольного человека, непонятно. Ближайшая аналогия – сюрреалистические миры Даниила Андреева, описанные в одной из его книг, в которых преобладают мутно-сизые и серые тона, все погружено в сумрах и ничто не мешает бушеванию страстей. Основой этого бесцветного мироздания является лимфоцвета. А выжить в нем можно одним единственным способом – собирая цветные ростки, наполняя лимфы внутренней полости сердца и выращивая из них побеги нервы. В обеих играх нельзя расслабляться ни на секунду. Их основной девиз – питаться, расти и сражаться. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 6 ГБ на жестком диске. Вначале оговоримся, что эта игра – тургор голос цвета, не аддон и не вторая часть. Это скорее от игры на одной основе с некоторой разницей. Переделан сценарий, но сюжет по сути тот же. То ли задачи игрока и действия для их выполнения изменились, а история практически та же. Заметных нововведений немного. При этом поработали над игрой достойно. И именно эти неявные изменения превратили артхаусный проект в играбельный продукт. Играть стало удобнее и понятнее. Чувствуется немецкая школа. 5 баллов за геймплей. Кардинальных отличий во внешнем виде игры замечено не было. Своей артхаусной родословной игра сможет заинтересовать тех игроков, которые еще не пробовали свои силы в этом проекте. А легкая откровенность в игре осталась. Фанаты могут не переживать. Наша оценка внешних данных – 4 балла. Больше всего в звучании игры радует музыкальное сопровождение. Композиция не просто уместная, а неприятная на слух. Но озвучка сестер может немного расстроить тех, кто играл в оригинальную версию. Наша оценка звука – 4 балла. А вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры. Скорлупа. Знак заряжает светлый воздух, создавая оболочку вокруг рисующей. Я родилась недавно и многого не знаю. Но мне кажется, что в покоях живой и счастливой сестры родится больше цвета, если ты накормишь его. Разработчики не собирались переделывать игру. Они хотели улучшить ее для западного потребителя. Тургор «Голос цвета» ориентирован в большей степени на людей, еще не игравших в оригинал. Для тех, кто играл в первую часть, мы советуем отнестись к этой разработке как к режиссерской версии. И хотя игра вызывает смешанные чувства, наша общая оценка – 5 баллов. Игра претерпела некоторые изменения, но большинство из них вызывают только положительные эмоции. Возможно, голос цвета стал несколько проще оригинала, но при этом интереснее и приятнее. Мы бы не хотели омрачать ваши впечатления от игры, поэтому поможем вам разобраться в некоторых вопросах. Первый вопрос. Сколько сердец в локации «Рязка»? Я нашел только одно в пещере, а за убийство пеликана ничего не дали. Так и должно быть. Говорят, что еще есть одно сердце, только где его искать? Отвечаем. В локации «Рязка» есть только одно сердце. Два сердца не в «Рязке», а в ветвях. Следующий вопрос. Как выполнять задания в рудниках с ящером? Натиратель говорит, что ящера нужно убить, а как и где брать соответствующие сердца – непонятно. Отвечаем. Нужно разбить все жилы и выпить из них весь цвет. Со временем все станет понятно. Попробуйте его уничтожить тем, что есть. Следующий вопрос. Почему в заповеднике ящера этот самый ящер не ест прыгунов? И как взять сердце, если я постоянно умираю? Отвечаем. Когда вы выполните задания с рудниками, вам дадут задание убить ящера и кое-какие советы по этому поводу. А еще в этой локации не одно сердце, а два. И напоследок подсказка. Если в покое имы, сразу как войдете в локацию, шагнуть с лестницы в пустоту, то не вывалишься. А напротив, упадешь в то место, где она прикована. И не надо полчаса тащиться по лестнице, отбиваясь от прыгунов и ушанов. Сериал Дельта Форс берет свое начало в далеком 1998 году. На протяжении всех 11 лет разработкой этого проекта занималась студия NovaLogic. Игра, про которую мы расскажем сегодня, Дельта Форс Экстрим 2, также принадлежит и к Перу. Устав рожать идеи для новых игр, господа из NovaLogic не особо смущаясь, взяли свои теремейки своих прошлых хитов. Первой ласточкой стала Дельта Форс Экстрим 2, которая является переработкой старушки Дельта Форс. Если кто не помнит, то именно с нее в свое время начался весь этот цирк про отряд Дельта. Итак, сюжет. Мы – лихой боец отряда Дельта. Человек, призванный наводить порядок там, куда его направит правительство США. В процессе игры создается впечатление, что разработчики слишком прямо поняли смысл. Противники ведут себя практически так же, как и в оригинале. Прямолинейно прут грудью на амбразуру, сводя весь геймплей к банальному тиру. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти и 4 ГБ на жестком диске. Оригинальные, в общем-то, компании портят слабый дизайн миссии. Поступил, например, приказ захватить деревенский аэродром, где устроили свое логово местные партизаны. Выдвигаемся, защищаем территорию и встречаемся с порядком надоевшей уже проблемой последнего Алиена. Оказывается, местное Шереметьево перейдет к нам в руки только тогда, когда будут растерзаны все его защитники, даже те, которые трусливо спрятались на краю карты. Наша оценка геймплея – 2 балла. Самое главное оружие ремейка – новый графический движок тоже оказалось заряжено холостыми патронами. Картинку Экстрим портит слабая детализация. Такое впечатление, что и дизайнерам просто не захотелось оживлять карты. В результате, несмотря на современный движок, внешний Экстрим выглядит немногим лучше оригинальной игры. Какой же, спрашивается тогда, смысл во всей этой возне с ремейками? Наша оценка графического оформления – 2 балла. Что касается акустической составляющей, то тут дело тоже обошлось без какого-либо креатива. Чуть ли не 8-битные спецэффекты и унылая музыка больше, чем на двойку не тянут. Дельта Форс Экстрим 2 Дельта Форс Экстрим 2 – это повторение пройденного. Воспоминания о былом, если хотите, бальзамно в душу ностальгирующим по ушедшим дням геймерам. К сожалению, морально устаревший геймплей и порядком потрепанная графика изрядно смазывает картину. Скорее всего, Экстрим 2 наскучит вам очень быстро. Наша общая оценка игры – 2 балла. Серия Дельта Форс во всех своих реинкарнациях никогда не претендовала на ультратехнологичную графику, хардкорный сюжет, идеальную аутентичность и прочие составляющие шедевра. Сериал является собой классическую игру второго эшелона. И Экстрим 2 в этой череде серости, к сожалению, не исключение. Первый вопрос. Как в игре грамотно пользоваться гранатами? Отвечаем. Гранаты во всех сериях Дельта Форс имелят свою особенную специфику. И природа их поведения разнится с классическими правилами шутеров. Во-первых, ориентируйтесь на индикатор замаха. Обычно хватает 60-70%. А во-вторых, делайте побольше угол горизонту. Он значительно отличается от того, как вы привыкли делать в других шутерах от первого лица. Следующий вопрос. Я выполнил все задания и отметился на каждом чекпоинте. Но миссию мне все равно не засчитывают. Что делать? Отвечаем. В Дельта Форс Экстрим 2 миссия, несмотря на различия в поставленных задачах, помимо выполнения всех пунктов, требует уничтожения всех врагов в локации. Пробегитесь по карте и уничтожьте всех трусов. Следующий вопрос. Нужно ли постоянно таскать с собой базуку и как ее использовать? Отвечаем. Использовать ее нужно по назначению, то есть для уничтожения бронетехники и вертолетов противника. Штука, безусловно, полезна, но с техникой вам придется столкнуться только ближе к концу игры. Так что на начальных уровнях можете смело выбрасывать ее из дефолтового набора инвентаря. Смотрите далее. Волосен Громинс Грэнд Адвенчерс. The Last Resort. Второй эпизод приключения Волоса и Громита расскажет нам о том, как заработать на потопе в подвале. Battle Strike Shadow of Сталинград. Бюджетники шутера, творцов из City Interactive. Здесь нам предлагают совершить подвиги русским офицерам и нарушить планы Гитлера. Смотрите далее. Battle Strike Shadow of Сталинград. Бюджетники шутера, творцов из City Interactive. Здесь нам предлагают совершить подвиги русским офицерам и нарушить планы Гитлера. Волосен Громинс Грэнд Адвенчерс. The Last Resort. Второй эпизод приключения Волоса и Громита расскажет нам о том, как заработать на потопе в подвале. Компании City Interactive, которая недавно выпустила новую игрушку Battle Strike Shadow of Сталинград, давно пора проводить тренинги на тему, как сделать сносный бюджетный проект. Умению этих парней клепать очередной среднячок можно только позавидовать. Август 1942 год. Нацисты захватили всю Европу. И сейчас их взгляд направлен на единственную могущественную сверхдержаву Советский Союз. Немецкие ученые создают новое смертельное химическое оружие. Ключ к победе нацистов – это падение Сталинграда, и нацисты планируют напасть, как только они завершат свой секретный проект. Вам отведена роль сотрудника Советской спецразведки. А задачей будет проникнуть в тыл врага, совершить ряд диверсий и остановить разработку смертельного химического оружия. Что интересно, здесь есть миссии, в которых нам с вами надо защищать наших боевых собратьев. И тут возникает вопрос – зачем их прикрывать, если они бессмертные? Такого абсурда в игре хватает с головой. Но это неудивительно, если оглядываться на прошлые проекты этой компании. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Battle Strike Shadow of Сталинград займет 4 ГБ. Геймплей в игре не доставляет никакого удовольствия. Здесь творятся удивительные вещи. Вы запросто можете подойти к врагу вплотную, и он вас даже не заметит. Все внимание концентрируется исключительно на игроке. Это значит, что если вы в компании союзников отбиваетесь от врага, то ему в голову не придет палить по вашим собратьям. В игре 8 глав, которые бывалый геймер прибежит максимум часа за 2. Никаких трудностей при прохождении возникнуть не должно. Все линейно и коридорно. Двойка за геймплей. Графическое оформление Battle Strike Shadow of Сталинград находится на уровне игр 2001 года выпуска. Здесь вы не найдете крутых спецэффектов, качественных задников и прочих прелестей современных боевиков. Видимо, разработчики пользовались слоганом «Все уже придумали до нас» и особого внимания к мелочам не уделяли. Также стоит отметить наличие всяческих глюков и плохой адаптации игры к персональным компьютерам. Двойка за внешний вид. Звуковое сопровождение Battle Strike Shadow of Сталинград тоже до боли знакомо. А-ля Call of Duty. Мелодии не запоминаются. Выборки и диалоги бойцов мы уже слышали тысячи раз. В общем, все стандартно и ничего удивительного. Тройка за звук. Компорта, капитан Сержант Никита Ничиполук, выясняю. Восемь коридорных уровней проносятся мимо с космической скоростью, поэтому наскучить Battle Strike Shadow of Сталинград не успевает. За два часа, разделяющих нудную уступительную в ее вставку и немецкий военный завод, наш герой успевает выполнить все поставленные задачи и прийти к победе. В итоге Battle Strike Shadow of Сталинград – это игрушка, которую вы, скорее всего, пройдете мимо или посмотрите на фонку с более привлекающими обложками. Общая оценка игры – 2 балла. Кто бы что ни говорил, но проект Battle Strike Shadow of Сталинград получился комси-комса. Игрушка проходится очень быстро и легко, но вопросы все равно возникают. И на самые частые из них мы ответим вам прямо сейчас. Вопрос. Помогите. Я дошел до момента, когда мне надо разминировать мину противника. Как только я подбегаю к ней, меня сразу убивают. Что делать? Отвечаем. Вам лично разминировать ничего не надо. Здесь ваша задача – прикрывать союзников. Следующий вопрос. Помогите. Я не могу пройти момент с грузовиком, меня стреляют из пулемета, и я не знаю, что делать. Отвечаем. Вам необходимо найти в ближайшей окрестности гранаты. Затем осторожно закидываем их в грузовик и двигаемся дальше. Следующий вопрос. Помогите. Снайпер на улице не дает мне двигаться дальше. Что делать с ним? Винтовки-то у меня нет. Отвечаем. Необходимо найти люк в канализацию. Она выводит вас прямо к снайперу. Дальше дело вкуса. Второй эпизод виртуальных приключений изобретателя Уоллеса и его пса Громета – это все тот же классический пластилиновый квест. Забавная анимация, колоритные персонажи, удачные шутки и скромная продолжительность – вот формула успеха разработчиков из Telltale Games. Игра Уоллеса и Громет с Grand Adventures создается по мотиву маскароносного мультфильма, первая часть которого вышла на экраны еще в 1989 году. Проект подается как сериал, причем авторы стараются выпускать по эпизоду в месяц. Благо студия Telltale Games, ответственной за знаменитый сериал Sam & Max, к такому ритму не привыкать. В первой части игры Уоллес и Громет пытались заняться высокотехнологичным человодством. Уоллес вообще решает все задачи с применением высоких технологий, даже такие банальные, как приготовление яичницы. В этот раз друзья решили организовать пляж прямо у себя дома в дождливой Англии. Поводом для этого безумного действия стал поток, который случился в подвале. Образовавшийся водоем Уоллес решил превратить в курорт, но отдыхающий и народ капризный, и нашему герою придется здорово постараться, чтобы все его друзья остались довольны. Системное требование к игре следующее. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске второй эпизод Уоллеса и Громета займет 600 МБ. Как известно, Уоллес не только ученый, но еще и бизнесмен. Поэтому из своего нового изобретения, курорта на дому, он попытался извлечь максимум выгоды. Предприниматель пригласил в гости соседей, не отказавшихся от уникальной возможности, шагнуть из британских туманов и сырости прямиком в тропический рай. Вот только пляжники оказались теми еще отдыхающими. Каждый из них яркий типаж и настоящая ходящая проблема. Впоследствии в доме происходит преступление в лучших традициях детективов Агаты Кристи. Герои, разумеется, берутся за расследование, и коммерческая затея, как обычно, превращается в фарс. Но нам того и надо, ведь распутывать дело чертовски весело. Пятерка за геймплей. Авторы остаются верны графическому стилю мультфильмам. Пластилиновые персонажи вылеплены и анимированы, что называется, с душой. Создается впечатление, будто смотришь мультфильм, герои которого подчиняются твоим командам. Пятерка за внешний вид. Со звуком разработчики обращаться умеют не хуже. Каждый герой обладает своим уникальным голосом, а музыка в игре прекрасно передает настроение веселого приключения. Пятерка за звуковое сопровождение. Пятерка за звуковое сопровождение. Работая над очередным сериалом, команда со временем как будто выдыхается. И если первый эпизод радует оригинальностью, то последующий становится на порядок скучнее. К счастью, Уоллоса и Громету пока далеко до этой черты. The Last Resort, как и первый эпизод, полностью оправдывает ожидания. Пятерку получает сегодня второй эпизод приключения Уоллоса и Громета. Играя в хороший квест вроде этого, важно поймать нужное настроение и ритм. Тогда никакие, даже самые сложные загадки не вызовут у вас проблем. А на тот случай, если все же застряли, мы подготовили ответы на самые частые вопросы по второму эпизоду Уоллоса и Громета. Вопрос. Как мне осчастливить мистера Паннера? Его куличики из песка постоянно ломает Дункан. Отвечаем. Для начала нужно сделать так, чтобы старый полковник на своем столе смог во всех подробностях высоздать битву. Принесите ему макки шерсти и сделайте так, чтобы он услышал крики чаек. Для этого используйте пульт на стене в подвале. Если все получится, полковник уснет, и вы заберете его солдатиком. А дайте фигурку Паннеру, тот поставит ее на одну из своих башенок, и Дункан будет наказан. Вопрос. На констебле напали злые собачонки Мисс Флит. Как его выручить? Отвечаем. Когда хозяйка входит в комнату, собачки перестают лаять и превращаются в милых щеночков. Чтобы она их увела, нужно переодеть Мисс Флит, принесите ей греческий флаг и темные очки. Она с радостью примет облик модницы, и в следующий раз собачки не узнают ее. Таким образом, Мисс Флит поверит Волосу, извиниться перед констеблем и уведет щенков. Вопрос. Я никак не могу добыть песок для пляжа. Как разрешить спор констебля и водителя? Отвечаем. Когда Волосу предложат решить, кто прав, укажите на вывеску. Там изображены два кондитера. Спорщики воспримут это как знак примирения, и водитель доставит песок прямо к дому Волосу. На сегодня, думаю, хватит. Внимание! Канал Муз-ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свое резюме на нашу электронную почту. ФАК собакамуздефизтв.ру Тема конкурс. Не забудьте про фотографии, без них письма рассматриваться не будут. Меня зовут профессор Пуданс. Это был ФАК. Кстати, на ВАП-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. ВАП.Муздефизтв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamuzdefiztv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова